еще это так воняет курочку от картошкой пахнет такой он охотничий охотничий да простите был напуган не знал как этой херней пользоваться окей то фара еще целая провода висят торчат битый засранный пипец пролезло он паркуется до естественного упора все что серебристое то все давным-давно ржавое покрашено но ханмаль спасибо мы поехали нет начальника взлетает температура двигателя дикие блондинки в степях польши две машины купили не те а третья сломалась друзья всем привет по статистике я смотрю что в последнее время ну намного больше заходит новых людей те которые не знают кто мы что мы так вот расскажу мы компания один авто которая занимается автоподбором но эта серия этой серии волонтерского движа где мы привозим автомобили для зсу и просто их отдаем и вот эта серия это уже продолжение предыдущей кто не видел предыдущего можно сходить и посмотреть он из песков собраны на стяжках висим все хорошо там рамы уже нет она вся гнилая поддон дырявый завтра может две машины мне не надо завтра мне завтра надо чтобы она уже на работе была это вот мы привезли подарков чуть не усрался лэнд лиз в действии созвонился я с со спонсором говорю вот есть такие классные машины наконец-то за четыре дня чем мы тут катаемся выбрали ведь нам же надо навара и l200 или слушай на навар или 200 в принципе нету у меня задача стоит классная машина найти для военных частей он говорит нет задача стоит найти навару и найти l200 других машин не надо и я об этом узнаю через три дня когда мы уже грубо говоря купили три машины почему и 200 и навара объясню есть конструкторская бюро которая под эти автомобили раз делает специальную такую подложку в кузов конструкция там под вещь мешки под пулемет под короче облегченная конструкция еще дополнительно ставится на багажник и вся задача заключается в том что нужно конструктором выдать эти два автомобиля и я офигевший офигевший потому что три машины куплено практически здесь либо же отдавать задаток либо же я пока не понимаю а вишенкой на торте стало то что наша девочка поехала в польшу привет начальника есть вопрос технического плана периодически взлетает температура двигателя до красной отметки держится там до того до того момента когда я успеваю испугаться антифриз уже начал вытекать ну то есть как бы он там был но машина не перегрелась в общем дотянула до центральной площади центрального города поздно уже кого найти на помощь непонятно цепляю какого-то проходящего мимо поляка он оказывается пьян в общем за бутылку коньяка открыл капот который я не могла открыть отвинтил крылышечку грамотно там шипела булькала в общем радиатор пустой идем в магазин который слава богу еще открыт покупаем 6 литров вкусной воды машина и и в бульки вает но чувак который помогал взяв бутылку коньяка уметается в кусты купили антифриз долили все нормально нагрев все ничего не течет нужно ехать поехала машина и она мне когда выезжала грех ну что-то там не тянет на пятой передачи игры ну едем аккуратненько 80 километров час короче у нее за рулем кончилось сцепление ну просто не повезло здесь кончилось и теперь стоит она в чистом поле грубо говоря сейчас у нас половина десятого стоит она в чистом поле со спаленным сцеплением значит слушай мы поймали тракториста он поехал опрыскивать поле вернется за нами через час и отрабанит к себе во двор машину никого гонять не надо потом он же нас забросит на ночлег ночлег нашли и нашли механика который завтра займется машиной то есть никого не гоняй мы тут все по месту решили тракторист вернется за нами точно потому что это единственная дорога на этот хутор а мы ее перегораживаем вот так вот дикие блондинки в степях польши но я офигевший две машины купили не те а третья сломалась друзья огромное вам спасибо за ваши донаты вы донатите мы привозим в крайнюю поездку мы привезли два автомобиля хотя по факту было выкуплено три автомобиля и вот суть обращения я прошу вас по 25 гривен 25 гривен это самый популярный донат цель у нас пять с половиной тысяч евро ребят пожалуйста давайте поможем еще один автомобиль купить он пойдет в херсонском направлении не кто хочет больше пожалуйста приветствуется к слову самый максимальный донат у нас был в истории это 300 тысяч гривен ребята реквизиты внизу не будьте байдужами разум до перемоги пожарников 6 такой хопа и сразу внизу блин стрёмно тут без вещей ходить не то что с вещами в натуре счет этот воняет курочку по моему это курочка сдохла уже своей смертью месяца три назад на данный момент мы находимся в литве мы приобрели два автомобиля и на следующий день мы поняли что мы приобрели совершенно не то что нужно в эту поездку не было ни одного достойного пикапа а нам надо было привести именно три пикапа беда заключается в том что сейчас в литве не осталось живых равных машину первых цены такие невменяемые лупят тупо наживаются на войне а рама такая что она просто берешь руками и кусками отламывается вся гнилая и ну такой автомобиль точно нам не нужен но выстрелил один автомобиль находится там где-то в местности у его куку его назовем так я там никогда не был машина свежая есть большая надежда того что она классная едем смотреть вот так вот мы уже едем километров наверное 6 где-то дороги в литве бывают разные в том числе и проселочные ну как это дорога между городами но она выглядит тупо как проселочная я не мог не остановиться не выйти и не показать этого вот вроде бы едешь обычная проселочная дорога все классно все замечательно только вот есть один момент вот в этом поле стоит знак уступи дорогу и направление движения реально дорога проселочная и это еще не поселок поселок начинается вон там дальше простое более я офигевший летим дальше я кстати в литве сколько раз был здесь я не был никогда наше место назначения находится слева как бы тут наверное снимать нельзя но вот аккуратненький или 200 стоит а можно сюда заезжать а можно молоточек или ключ какой-то есть молоток или ключ какой-то с домкратом а тут хер на чего ашу о картошкой пахнет них так палка домкрата есть домкрата нет да такой он охотничий охотничий одуванчики говнище порванный пыльник рассыпающиеся рессоры мы видим сущийся мотор снизу с откровенно мокрый порванный пыльник на приводе счетом того что его здесь никто менять не будет до украины пока он доедет он уже раз раз фигачится ну то что он по говну ездил то такое дело рессоры рассыпающиеся такие рессоры здесь это десятка вот сразу же говорю да какой-то он пипец уставший сергей викторовича запусти двигатель да 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 спасибо было видно что есть предлагал 5000 ну я скажу я сказал немножко я скажу так вот эта машина до войны в украине стоила полторы максимум это в таком состоянии хер бы за полторы продал то что сейчас сука наживаются на этой войне то есть я херачил суда я откровенно говорю машина убитая я понимаешь он хочет заработать дофига денег но блин но не на войне так как а нормальная да какая она нормальная у него нормальных только колеса и снаружи покрашена это это все время будет смываться всегда едет как она рабочая машина рессоры рассыпаю там знаешь на как у нее рессоры рассыпается двигатель обсыкается форсунка у нее задняя течет ну как бы так всего здесь у два метра проехать это один значит что касается вот этого автомобиля он пипец как переоцененный ну то есть я понимаю что сейчас военным особо пофиг то есть тут вопрос того что вот надо тупо срочно и и сейчас но охеревшие чуваки уже обнаглели такой до такой степени что просто пиздь сильно я обещал не ругаться короче машина стоит 5 800 максимум скидывает на ней 200 и то не евро долларов почему-то мы имеем местами гнилую раму мы имеем отсутствие нормальных сайлентблоков то есть они там типа присутствуют но и же все разваленные порванный пыльник на приводе мотор уписывается снизу потом задняя форсунка но имеется ввиду 4 3 цилиндра течет и причем так знатно замечательно компьютер чуть не упал салон пипец я понимаю что нашим парням салон особо досраки но там так воняет погрызана все собаками зубы лену мне а еще надо пригнать в украину мы понимаем что это расходы это 300 евро по топливу плюс ее обслужить короче машина станет болен я не знаю под 7000 какой под 7 под 8000 евро и нахер она такая нужна вот мы уже приехали и вот стоит это мазда что-то с открытым этим сохнет наверное что-то шведский номер у неё наверное нету техосмотра уже знаем что это стоит 500 злотых у нас не на поехала на машине без техосмотра вот за столько лет впервые машина без техосмотра ехала и раньше такого не было хотя можно раньше их на лафете провозили не помню но впервые мы заплатили штраф 500 злотых за то что у автомобиля нет техосмотра здесь скорее всего тоже его нету хотя посмотрим это не точно шведскую машину легко пробить кстати надо пробить ее посмотреть вообще давайте сразу дал как мы подойдем пробьем следующий автомобиль mazda mazda бт-50 я знаю что она со скандинавских стран а в скандинавии очень хорошо работает кар вертикал естественно достаем историю и видим всю подноготную этого автомобиля кстати кто не знает что такое кар вертикал кар вертикал это сервис по проверке автомобиля по его техническому состоянию когда что в нем во время не во время ремонтировалась был ли он в такси был ли он в дтп есть фотографии всяких дтп и все это в одном ресурсе кстати с промокодом 1 авто вы получите 20 процентную скидку а если вдруг не дай бог пришел отчет пустой такой иногда бывает вы пишите в техподдержку кар вертикал и вам просто возвращают денег год какой год вот это восьмого года такая что я думал что она постарше тендеринь-деринь побежали нему она без техосмотра машина без техосмотра 265 пробега у нее было в двадцать первом году 28 февраля она снята с учета с вот этим вот пробегом где эта машина была целый год и сколько-то там месяца в неизвестно короче пошли смотреть mazda b50 пикапчик он типа четырех дверный но по факту он двухдверный и половинки открываться как у джей круизера будем надеяться что это машина хотя бы хорошая как как не как пикап блин да он уставший он ржавый пипец а зато свой бастой да мне фиг сказать машины используются по назначению окей смотрим на рессоры рессоры у него выгнуты в обратную сторону и точно также они рассыпаются еще еще не рассыпаются на рама такая подуставшая наберите этого парня был этот базин до ситуация следующая мы в чужом дворе в другом городе в чужой стране смотрим машину на машину человека которого еще нету то есть он уехал и сказал ну я типа потом приеду посмотрите по технической все отлично едет отлично очень хорошо живая машина живая машина а в этот мусор который есть вы выгрузить или с ним продавать хорошо сейчас мы мы посмотрим и наберем вас еще очень даже неплохо по крайней мере что-то да как-то сюда три человека сразу вау ух ты фонари есть блин не знаю классно это наверное не разбираюсь пока я начинающий джиппер но такое дело это релюшки на всякий свет что у нас масло масло кстати не кончено свежачок в уровне неожиданная с учетом того что она вот так чуть-чуть стоит ну чуть-чуть ржавенькая дизель рессор у нее аж перегнуты ну и тут как бы мусора у нее я не знаю прям на задней оси нагружена вот грубо говоря вот борт с мусором вот эта машина она интересна а ну дайте а тут как открыть а тут наверно не-не-не двери вот тут как открывается простите был напуган не знаю этой херней пользоваться и вылетать как раз отлично принципе да так тут валить можно и она не закроется можно показать и ехать прямо на ходу стреляет но это же какое сопротивление ветра будет такие уши у чебурашки ох ты нифига себе мафон какой ну короче сзади здесь нормально и я думал есть такие же мазды я видел но только вот здесь вот эти штуки они откидывались тоже откидываются да ну дайте посмотри куда-то по-любому заберем то нафига но тебе надо то ну да здесь тоже вот эти вот штуки но я ранее ездил на машинах которая без вот этих вот от привушек ух ты тут еще и это раскрывается снизу посмотреть что он ржавенький такой не 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 сильный но с учетом того что он загруженный аж колеса у него в землю вросли плюс колеса не сильно задроченные нормально плохо что хозяина нет единственное что капот у нее черный стоит ржавый уже потому что он не покрашены да и фиг с ним под капотом относительно сухо то есть мы заглядывали посмотрели вот там нигде ничего не течет то есть видно что машина стояла где-то но но пока неплохо значит по салону открывается дверь так открывается дверь вот так садится сюда запросто 4 человека мы втроем садились тут типа нормально даже подушка безопасности интересно но тут есть да есть есть мне даже подушки еще в сидении сейчас приедут ключи вся смысл это дело будем еще проверять но салон я скажу так его по химчистить и в принципе он вообще чистенький будет из салон не порваны если что вот здесь вот момент но для военных перешивать этого дела никто не будет но эта машина если поедет то поедет она на лафете потому что у нее нету тех осмотра предохранители еще ключи шурупы короче там дофига чего есть он мелочь какая-то денежка даже есть ух ты там и это какой страны наверно швеции если машина со швецией окей шош вы так сергей викторович за капот там он же пойди еще не крашеный вот швеции очень любят вот эти фары не правда уже разбитые вот разбита вот разбита но это фара еще целая я думаю что фара вот эти он снимать не будет оставляем машину в покое хозяин будет через час мы наверно пока поедем покушаем уже жизнерадостные довольные спокойные не злые вернулись снова к этой мазде но чего-то пока не видать нашего парня когда ты будешь вот вместо часа ждем полтора литовца который необязательный поехали покушать до когда чуть-чуть видеть да мало того что камни так еще и мокрые левый правый есть тормоза нету как бы его разгрузить и проехать не можно ехать и не 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 разгружены что такое тяжело может с ручника снятся из недочетов стоп не работает но мы полазили под машиной рама у нее на целенькая хотя она и ржавая такая в налете в небольшом но тем не менее никаких гнилых мест и подозрения то что сломается нету двигатель вообще работает как часы ну как говорят перекупы вообще как шоколад коробки вопросов нету и что самое интересное машина стоит далеко до 5000 естественно учитывая все параметры вот этого рынка в котором мы находимся где сука нет вообще пикапов нету живых вот этот вот я понимаю что надо брать и соответственно принимаем решение купить этот автомобиль подходит внешне неплохо по крайней мере выглядит от машина лучше чем предыдущие следующий автобус у нас fiat ducat уже нет полноприводных но к автобусам есть интересный спрос всегда есть к автобусу макси база самый высокий fiat ducat 2600 евро недалеко машина заводится едет это уже большой успех соответственно нужно ехать и смотреть давно тут стоит то особо так он на ходу колеса нагружены не спущены у нас я строительная фирма вот два автобуса купили но документов поэтому я тебе продаю ну не течет не сопливит вроде как провода висят торчат типа спрятанный запускай не живой за бустером идем это шо типа люстров включается до тех осмотра у нее точно нету наверное может и есть блючка нету как это не а как мы на нем поедем но надо нам транзитные номера он же не нарастоможку пойдет и для армии в общем этих осмотра у него нету да не осончил так то он здоровый высокий и длинный но две с половиной как-то дофига за него битый засранный пипец после строителей одно слово яркий пролезло зажатый со всех сторон литовец такой интересный короче стоял стоял прыгнул машину уехал оставил нам ключи оставил на автобус пацаны смотрите я уехал и причем ничего не сказал просто прыгнул машину запустил двигатель по педалям и текать мы сейчас будем смотреть что за провалы двигателя насколько это страшно имеется ввиду сейчас цепляемся компьютерной диагностикой и будем проверять потому что никаких лампочек ничего не светится все нормально хорошо но но есть моменты пробегу этого автомобиля 225 тысяч как усосали за 225 тысячу машину вообще непонятно опачки подключиться у нас к этой машине не получилось вопросов к ней становится еще больше поэтому поэтому нет стоп осмотр едем дальше очередное разочарование накатали без лишь километров по степям назовем это степям литвы хотя нет по дорогам там все-таки есть дорожные знаки неважно в очередной раз большая неудача то есть хотелось бы найти классный автомобиль но пока неудача следующий у нас тоже полноприводный но уже volkswagen транспортер и снова там за 200 сгаком километров едем смотреть т5 полный привод 2 и 5 мотор 180 тысяч километров пробег по крайней мере так в объявлении но небольшая цена есть машина я так понимаю с каким-то сюрпризом с каким сюрпризом надо вычислить это где-то вот здесь потому что похожие машины всяко разные стоят транспортеры ангар возле ангара эта машина так здесь этой машины нету вот он да салон уже хороший надо брать так а ну как я себя чувствовать на их аккумулятор тут стоит еще сзади очень даже очень даже и удобненько блин это первая машина в которой не воняет да еще он паркуется до естественного упора до тупо до естественного упора так что у нас все что серебристое то все давным-давно ржавая покрашена так ну рама у него не кончилась такой не сильно он ржавый но масел ниже минимума виноват виновата значит долька еще час постебаясь над машиной вы бы ты вылезу двигатель запускает но хан маль так вторая попытка не удалось давай третью я вот стесняюсь спросите какой у него пробег что там написано здесь 300 300 до 300 тысяч в объявлении дочь машина это до засветили 479 в тонн после этого а ну что он там дымит не дымит елки а чон опорота не набирает аккуратно его надо ставить на место и все турбину меняли я купил турбина дефекта турбина поменяла конечно должен вонять должен вонять это конечно но так она вообще не ездила спасибо мы поехали и так прошло еще три дня еще в европе мы нифига не нашли ну имеется ввиду нет как нифига мы купили целую mazda bt-50 это уже успех мы нашли эту жемчужину в куче металлолома так вот это еще не финал истории поэтому будет третья часть имеется ввиду с этой поездки потому что после нее были еще и другие но это будут уже другие отдельные истории парни вроде места есть да немного там стекла есть не задувает ничего даже печка есть ну короче а украине спасибо за подгон постараемся не ушатать кстати друзья если у вас есть желание помочь украинской армии реквизиты вот здесь будут написаны точно также все реквизиты будут внизу не будьте байдужими кто кажуть ну а с вами был николай тарануха на сегодня все всем удачи на дорогах всем пока пока слава украине ну здесь вот надо бы сказать героев слава смерть врагам батько наш бандера drive ulu и на на и и и и и и Продолжение следует...